Всем привет, всем доброго вечера, у кого вечер, у кого может быть день, тогда доброго дня, ну и у кого может быть утро, тому доброго утра. Меня зовут Анна Гришенкова, я сегодня ваш спикер в эфире на канале, и мы порисуем с вами китайскую роспись. Сегодня такой, девчонки, будет просто наинежнейший эфир, прямо нежность нежная, вот, потому что сегодня мы будем работать вот этим вот набором Loveliness, да, вот так вот у нас выглядит такая обложечка, очень нежный набор, я его специально выкрасила, с легким шиммером, очень деликатным, очень деликатный шиммер, и уже у меня он прямо пользуется большим успехом у клиентов, уже просят, просят с ним покрытие, просят с ним дизайны, и сочетание здесь, я считаю, вообще просто топовое. Значит, что сегодня нам понадобится с вами для работы? Для работы нам понадобится Эмпаста, у меня это будет стандартный набор, классический Эмпасты, именно должно быть написано Эмпаста. Это очень пастозная гелевая краска без остаточной липкости, которой мы как раз выполняем большинство прорисовок, можно снаружи рисовать, можно внутри рисовать, то есть либо под топовое покрытие, либо над топовым покрытием, уже над защитным слоем, и тем самым вы можете очень сильно облегчать себе задачу, особенно если вы новичок, если у вас что-то не получилось, можно стереть. Здравствуйте, приятно видеть вас на YouTube, и мне, Оксаночка, очень приятно, что вы подключились к трансляции, благодарю вас за комплимент. Еще нам потребуются шермикончики, это достаточно древний шермикон, но я его обожаю, конечно, вот эти окошечки серебряные и золотые, то, что это все в одной пластиночке сделано, и новые шермиконы, надписи, мне кажется, они просто идеально подходят как раз вот к упаковке, да, смотрите, к упаковке этой коллекции, и поэтому мне захотелось их тоже использовать. Итак, для того, чтобы не размазывать эфир, не растягивать, я уже выкрасила за кадром два типсика. Один у нас выкрашен типсик номером. Добрый день, добрый. Светленький, это 417, он такой полупрозрачненький, вот он, поэтому я его сделала на белую подложку 001, белым лотосом сделала подложку, и 418, вот он у меня выкрашен, персиковый такой оттенок, шиммерный, и за кадром я уже прикрепила окошечко, чтобы не тратить на это время. В эфире. Так, сюда, сюда я попозже прикреплю надпись. Итак, сегодня для китайки я сделаю тоже вот такое вот небольшое окошечко кругленькое. Сейчас убежала из кадра. Кругленькое окошечко. Я его буду делать, девочки, цветами вот такими. Вот оно у меня будет градиентное, от темно-коричневого такого очень красивого розоватого оттенка. Как называются эти наклейки? Это шермиконы, шермикончики на силиконовой основе, разные изображения, есть и надписи, и геометрия, там очень много всего. Шермиконы. Потом пойдет у нас вот этот цвет, и в конце будет вот такой вот оттеночек, и, возможно, еще и вот этот задействуем. Итак, за счет того, что цвет шиммерный, он очень легко тянется, очень легко тянется, и, да, мы задействуем тоже персиковый, это 418-й, и начнем им рисовать наш кружочек. Очень интересно и необычно смотрятся шиммерные оттенки друг на дружке. Очень деликатные получаются переходики. И, конечно же, когда присутствует шиммер в оттенке, очень хорошо идет растяжка градиентная. Вообще без единой проблемы, даже на маленьких поверхностях, да, вот таких, как, например, наш сейчас кружочек, будет очень хорошо тянуться. Нарисовали кружочек, и сушим в лампе. Смотрите, на одном типсике я сделаю градиент сейчас без акриловой пудры, а на втором, здравствуйте, а на втором сделаю с акриловой пудрой. Сначала сделаю подложку. Одинаковые у нас будут градиенты, но в разных... В разных видах немного. Нанесла 421-й и кисточкой... Ой, сейчас, секунду. Кисточкой мазковой, любой, можно... У меня просто на воздухе немножко подстыло. Растянуть кисть. Кладем прямо параллельно ноготочку и протягиваем чуть-чуть. Теперь накладываем следующий оттенок, стык в стык. И самый темный. Если будут у вас посторонние хрюканье, то у меня пес сегодня со мной работает. Недавно взяли собачку себе, французского бульдога. Он пока маленький малыш, работает вместе с мамой. Пока дома не оставляем. Вчера попробовали оставить, но пока ничего хорошего из этого не вышло. Потери минус мамин один цветок. Смешиваем легонечко. Смотрите, это нам нужно только для того, чтобы сделать подложку. Чтобы у нас потом цвета не просвечивали. Да, я напомню, что сейчас у меня на типсике нанесен теклас после цвета. Потому что цвета все с остаточной липкостью. И на теклас прикреплено вот это окошечко. И уже внутри окошечка я делаю градиентик. Мини-мини градиентик. Засыпаю акриловой пудрой. И отправляю в лампу. Такое будет градиентное окошечко. Мама работает, подожди. А здесь мы будем делать без акрила. Здесь будем делать без акрила. Прямо вот так. По чуть-чуть накладывая слоями. Дальше беру 421. И так вот аккуратненько полосочку наношу. Да, не заезжая за краешек. Тоже так же у меня здесь покрыто текласом. И тихонечко, аккуратненько. Можно даже вот здесь вот тоже потоптать границу, чтобы не было ничего. И... О, ступенечки. Напугал меня. На педальку нажал машину. Растаптываем вниз. И сушим. Здесь берем щеточку и излишки акрила смахиваем. И теперь у нас получилась такая рыхлая поверхность. Берем кисточку московую. И теперь наша задача брать очень мало материала. И втаптывать его вот в эту рыхлую поверхность. Накладываем друг на дружку в стык. И где граница, там прям перемешиваем, прямо на типсе. Здесь самое главное, девочки, не набулькать очень много материала. Потому что если у вас будет много материала, то у вас будет все растекаться. Вы будете нервничать. И ничего хорошего из этого не выйдет. И в конце у нас был персиковый. Он был у нас на фоне. Тоже мы его добавим. Все подправим. И вот такая вот градиентная вставочка получается. Сушим в лампе. Потому что все-таки у нас слой с вами сейчас такой влажный. Мы его перекрыть сразу не можем. Здесь в наше окошечко мы наносим следующий оттенок 420. И так же очень аккуратненько градиентной кистью растаптываем верхнюю границу, чтобы не было ступенечки. И стаскиваем вниз. Сушим. Этот типсик перекрываем вельвет топ гелем. Для того, чтобы у нас была матовая поверхность. Потому что китайку мы будем рисовать именно на матовой поверхности. Можно сначала перекрыть прям тоненько-тоненько, почти втирающим слоем. Потому что мы потом еще разочек будем перекрывать. Сушим. Здесь наносим последний цвет. Это 422 оттенок. Самый темный. Заснул, захрапел. Сейчас будет похрапывать на заднем плане. И очень аккуратно, очень аккуратно уже границу верхнюю мы не трогаем. Можно даже это попробовать сделать лучше мазковой кистью, чтобы верхняя граница ни в коем случае не размазалась. Потому что здесь нам уже нужно, чтобы было как можно аккуратнее. Можно здесь даже линеарный 5.0 прямо подтянуть чуть-чуть, растушевать, чтобы была прямо минимальная такая вот градиентная штучка. И по кругу аккуратненько также подчеркнуть наше окошечко. Когда вы делаете это на нескольких ногтях у клиента, девчонки, это, конечно, быстрее. Вы пока на одном делаете, на втором сушится. Здесь у нас все подсохло. И берем уже кисточку номер 2 для китайской росписи «Скошенный квадрат». Я вам покажу сейчас не очень сложный цветочек. Что первый, что второй. Чтобы вы могли попробовать повторить их. Набираем красочку. И начинаем рисовать. Сначала рисуем первый лепесток. Он будет у нас самый основной, заглавный. Благодаря современным материалам рисовать китайку очень стало комфортно. Вам не нужно постоянно дублировать. Так же, как и не нужно постоянно делать новые дорожки для рисования китайки. Это очень круто, потому что это экономит время, конечно же, и экономит нервную систему, сохраняет мастера. Если вы вспомните, если вы видели, как начиналась вся китайская роспись, то в основном это были акриловые краски, которые приходилось каждый раз смешивать дорожку для рисования. И обычно у мастера были просто все руки изрисованы этими мазочками. И каждый раз хватало всего на пару листочков. Поэтому, если ты вдруг поставил куда-то листочек не туда, это была просто катастрофа. То есть, настолько надо было отработать, девчонки, схему рисования, вы не могли, вы не имели права ошибаться. Должны были четко знать, куда вам ставить эти листики, лепесточки. Сейчас вы можете в процессе посоображать, подумать, куда его, что добавить, где добавить, надо ли добавить. Видите, вот, например, я нарисовала вот здесь вот лепесточек, и хочу его как бы спустить немножко. Взяла красочку и добавила, спустила его. Раньше это было совсем недоступно, это было просто на грани фэнтези. Сушим. Так, что мы делаем здесь? Здесь мы сделаем очень хитренько. Смотрите, что сделаем тут. Во-первых, сейчас я сначала перекрою вельвет топ-гелем, чтобы уже сделать себе матовую поверхность. Также практически втирающим слоем, прям очень-очень тоненько, чтобы просто сделать поверхность матовой. Сушим. Так, здесь подсохла. Теперь вот этот вот лепесточек я буду загибать на передний самый вот такой заглавный лепесток. И так же буду вот этот вот загибать. И хочу еще вот здесь вот сделать тоже, чтобы немножко заходило. Хотя не знаю, надо ли не это. Нет, не надо, наверное. Скорее, не надо, чем надо. Да, не буду. Пускай у меня вот тут только с одной стороны. Зато мы сможем еще вот сюда вот вылезти немножко. Лучше. Да, вот так лучше сделаем. Сушим. Все, здесь у нас подсохло. Смотрите, что здесь сделаем. Здесь мы сделаем вот такую штуку. Макнем кисточку, кончик в краску. И вот так немножко размажем. Видите, получается тоже такая градиентная растяжечка. Но только из одного цвета, из белого. Это белый рафинад. И вот здесь только из белого потихонечку подчеркнем. Сейчас, надо помыть чуть-чуть. Пачкает розовым остатками. Подчеркнем наш кружочек, чтобы он лучше выделялся. Потому что у нас там с шиммером оттенок, он все равно чуть темнее, чем насыщенный белый. у нас он немножко выделится. Заодно, знаете, если вы где-то накосячили, сейчас как раз можно вот так подправить. я уже накосячила, пока в лампу отправляла, взяла и шаркнула пальцем. Дальше, дальше у нас пойдет с вами второй слой лепестков. Я, знаете, не фанат в Китайке делать серединки какие-нибудь. Я люблю просто, чтобы они были, вот эти лепесточки, без какой-либо конкретной серединки, чтобы они сходились просто в одну точку. В Китайке самое главное правило это свет на тени, светлый край попадает в тень предыдущего лепестка. Это основное правило, которое вам надо соблюдать, чтобы создать иллюзию вот этой вот многоэтажности. Если у вас, видите, у меня вот здесь немножко попало свет в свет, то иллюзия пропадает. Иллюзия многоэтажности, вот эта, она исчезает сразу же. Слушаем. Так, что делаем здесь? Здесь я намечу сначала, как у меня пойдет моя веточка. Смотрите, я хочу, чтобы моя веточка вот отсюда с цветочками пошла вот так вот наискосочек. Пошла наискосочек. И вот здесь у меня будет основной бутончик. А вот сюда вот у меня будут дополнительные бутончики. Итак, самое вообще простое, что можно придумать, девчонки, в китайке, это вот такой вот цветочек. Когда вы берете и просто прикладываете кисточку, даже вести никуда не надо, прикладываете ее к одному месту и формируете вот такой маленький-маленький бутон. И так же, например, вот тут. Сформировали. И, допустим, маленький-маленький вот здесь вот отголосочек будет. Видите, я просто прикладываю кисточку, даже вот не формирую каких-то там сильных лепестков. Просто тихонечко ее поприкладывала. Давайте послушаем. Так, что мы делаем здесь? Здесь мы окончательно перекрываем вельвет-топ-гель. Розовенький такой, поярче, да, похолоднее. Я выбрала, потому что здесь есть еще 420-й вот такой оттеночек. Сюда я его нигде не использовала. И чтобы он не потерялся, я вам его включила вот в виде китайской росписи. Свечу с этой стороны. Так, сушим. Как раз сейчас вам было видно, как под глянцем бы это все смотрелось. И теперь нам нужно поприкладывать точно так же, точно так же, да, девчат? Но уже внутри, чтобы у нас создался объем. Вот, видите, чтобы была иллюзия, что у нас один лепесточек над другим. И как раз должна тень от предыдущего лепестка, в нее должна вписаться светлая часть нового лепесточка. А иначе иллюзия объема, она исчезает. Это такие вот цветочки. Такие получаются очень весенние. Сакура, не сакура. Что-то такое вот очень нежное, да? Сушим. Так, дальше. Что я здесь хочу еще сделать? Здесь я хочу подчеркнуть золотую полосочку джемте. Но до этого я проведу несколько полосочек белым. Во-первых, белым можно, конечно же, подвести, да, китайчику. Особенно те листики, лепесточки, которые у нас находятся, теми, которые как бы нижним этажом. Чтобы они вперед еще больше вылезли, вы можете их подчеркнуть. Ой, все, храпушка пришла. Руками храпи. Просыпайся. То я представляю, что у вас вообще со звуком. Так. Вот, видите, я люблю, чтобы они просто приходили все в одну точку, чтобы не было какой-то там серединки или стразика. Все стразики все уже канули в небытие, которые были в серединках цветочков. Это уже не актуально. Пережиток уже. Видите, у нас получается как бы два этажа. И я хочу еще посадить этот цветочек на какую-нибудь такую красивую, изящную, тонкую линию. летящую. Допустим, вот так. И еще вторую. Рядышком прорисую. Обязательно доводите линии до конца. Не бросайте их на полпути, чтобы они были логически завершенными. Самая, знаете, небрежность появляется, когда вы линию бросаете, не доведя ее до конца или начинаете неровно от линии той, где вы делали цвет. Тогда получаются очень небрежные линии. Сушим. Так, что мы здесь делаем? Я думаю, что мы сделаем следующее. Мы возьмем капельку вельвет топа. Капельку вельвет топа и капельку эмпасты черной, черная смола. И смешаем такие серые сопельки, я их называю. полупрозрачную такую вот дымку, черную. Что мы с ней сделаем? Мы, во-первых, подчеркнем еще раз наш кружочек. Желательно это сделать стык в стык, стык в стык к белому, который мы подводили. Тогда получится тоже объем. И теперь вот по линии той, которую я наметила, мы сейчас прорисуем веточку, на которой мои цветочки находятся. И немножко еще под ними прорисуем тень. Как будто она падает на ноготочек. Сушим. Так, здесь мы берем джемти. И тоненькой кисточкой, также линеарной, обыграем золотую полосочку, чтобы она у нас стала вновь блестящая. И так же она будет чуть-чуть объемная. Если не хочется делать ее объемной, но хочется, чтобы она блестела, нужно тихонечко пройтись текласом. Сушим. Так, здесь нам нужно с вами теперь нарисовать веточку и понять, какой она будет. Она будет у нас цветной или не цветной. Я предлагаю ее все-таки сделать цветной. Еще хочу вот такой вот листик нарисовать. Так, чтобы нам сделать ее цветной, нам нужен какой-нибудь зелененький. Сюда очень хорошо подойдет зеленый, я думаю, из коллекции Эмпаст, вот из этой Close to Nature. Вот такой зелененький, очень красивый, фисташковый. Кстати, очень цвета многие перекликаются с теми, которые сейчас здесь в коллекции Love добавлены. Он такой красивый, травянисто-фисташковый оттенок. И я как раз прорисую веточку. и травиночку. Сушим. И, конечно же, нужно поставить блики. Без бликов у нас слилось все с тенью сейчас. Так, с чем можно сочетать? Я вам приготовила тоже варианты. Можно просто с какой-либо абстракцией очень хорошо. Будет сочетаться с абстракцией. Как раз очень классно приклеить какую-нибудь золотистую надпись. Сейчас приклеим. Давайте прямо приклеим Love Любовь. Где она у нас? Вот она. Понятно, что это нужно сделать до топового покрытия, чтобы она внутри была надпись. И тоже потом ее аккуратненько оттенить теклосом либо джемте. Можно прямо посерединочке ее. Чтобы она была блестящая и чтобы у нас был такой компаньончик. И также очень классно будет сочетаться с такими растяжками градиентными градиентными. Можно цветом, можно с базой. Будет очень нежный, женственный, летящий, такой прямо невесомый маникюр, который, я думаю, что придется по вкусу вообще клиенту абсолютно любого возраста. Слушай, говорим. Дальше посмотрим. Здесь перекроем сейчас вельвет топ-гелем, чтобы уже окончательно у нас все было завершено. Давайте как раз сюда прикрепим например надпись тоже. Какую будь. Например, весна. Я думаю, сюда хорошо пойдет надпись весна. Спрейн по-миске. Очень аккуратно открепляйте шермиконы. Они сейчас на очень и очень тоненькой подложке. Если неловко открепить, может разорваться. Перекрываем. уже окончательно. Здесь кстати говоря, можно даже было и не матовым топом, а глянцевым покрыть. Смотрите, под глянцем как прикольно смотрится. Но только не хватает бликов, а так смотрится под глянцем вообще классно. Ну ладно. И под матовым нормально тоже будет смотреться. чем мне еще нравится вельвет топ, что можно очень быстро продолжать работать. Он высыхает не так мгновенно, как мы вынули сейчас. Он сохнет подольше, но вы уже можете, подсушив его буквально несколько секунд, продолжить работать. это это кайфово. И уже по нему ничего не течет. Хочу все-таки поправить там, где я шмякнула рукой, пока сушила, чтобы красиво было и четко, как течетка. И нам нужно разделить прорисовку с тенью. Как раз наибольший объем будет давать блик, который вы сделаете между стебелечком и тенью. И здесь, конечно же, еще нужна финишная вот такая вот облотка. для лепесточков. Фокус убегает на перчатки. Я, девчонки, стараюсь, чтобы ничего никуда не убегало. Но не всегда это получается, потому что, знаете, китайка такая история, которая вообще рисуется обычно носом у мастеров. Прямо близко-близко к типсу. Да, и я стараюсь все-таки держать руку за кадром, но если она у меня вылезает вот сюда, то, конечно, может фокус убежать. Сушим. так же джемпти. Джемпти мне нравится выделять, потому что он погуще и тоже безостаточно липкости высыхает. И мне нравится очень выделять надписи. Почетче получается. Теклый сон пожиже. тут нам нужно видеть, он сразу блестеть начинает. Ширный кончик. Тут такой дизайн полностью на таких нюансах. и то же самое. Можно сочетать с какой-то вот такой историей и можно также сделать с градиентными такими вот растяжечками. Получится очень нежненький, очень красиво. Спасибо, что пишете. Сегодня вот такая вот прямо нежная нежнятина, любовная любовь на повестке дня была. Порисовали с вами сегодня китайскую роспись. Как видите, китайка, девчонки, это уже давно не про лопухи, гигантские на весь ноготь. Сейчас современная китайская роспись может выглядеть очень нежно, очень красиво благодаря современным материалам. Из-за того, что материалы стали намного четче, раньше гелевыми красками, которые назывались гелевые краски, они все равно по консистенции были ближе к гель-лакам. Там, где слава лав, как вы делали растяжку. Сейчас расскажу, Оксан. А сейчас пастозные гелевые краски, как эмпасты, они дают возможность очень вкрадчиво рисовать китайскую и очень-очень ювелирно. И, конечно, сейчас очень много дизайнов построено именно на нюансах, на нюансах оттенков, на нюансах каких-то вкраплений матовых вставок глянцевых блестящих или вот какой-то маленькой веточки, какого-то одного цветочка. То есть, это уже не про то, что все заляпано этими лопухами гигантскими и она, китайка, очень сильно уменьшилась в размерах. Очень сильно уменьшилась в размерах благодаря именно современным материалам. Где слово лав? Как я делала растяжку? Смотрите, это вообще не растяжка, это один цвет, да, можно его сделать как раз вот в 418-м. Поднимите камеру, размыта. Не знаю, у меня все четко на экране, девчонки. Это делается в 418-м. Вы делаете общий цвет, потом берете разные оттенки. Например, вот эта полосочка, вот эта полосочка сделана 420-м. Там вот эта полосочка сделана 422-м. Вот это серенький просто еще дополнительно я взяла. А здесь вот эти вот полосочки, это сделано у нас 417-м. А вот это сделано 418-м с капелькой белого. То есть тут прям вот знаете, тут не растяжка, тут просто вот такие широкие полосы в разных направлениях разными оттенками. В той же самой цветовой гамме, где-то чуть подбеленные, где-то чуть размазанные, так вот как вот здесь, потом перекрыто матовым топом и импастой белой. Просто тоненькие полосочки где-то повторяют направление, где-то в резонанс идут, и получается вот такой вот какой-то мрамор очень нежный. И до перекрытия матовым топом вы можете также прикрепить надпись, да, мазнуть текласом локально, прям где вы хотите надпись шармиконом. Нет, не по-сырому, то есть я сначала просушила в 418-й, покрыла целиком, посушила, не стирая липкого слоя, просто полосками широкими нанесла вот эти все оттенки, посушила, и перекрыла матовым топом, и потом импастой тоненькой линеарной кисточкой тоненькие полосочки нарисовала. Вот, вот и все. да, 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 очень так вот оно, видите, вписалось, потому что все коллекции, девчонки, они подобраны же очень красиво по оттенкам, то есть, видите, они идут, их можно даже в растяжку градиентную пускать спокойно, они очень часто классно без каких-то проблем ложатся в градиенты, потому что, видите, подобраны прямо по сочетанию от темного к светлому, то есть, видите, вот мы сегодня с вами делали две градиентные растяжечки, насколько легко они тушевались, потому что они по тональности, по светлоте подобраны и очень красиво по цвету подобраны, в этом фишка и плюс коллекций, что они не просто так сделаны. Ну что ж, Иван, спасибо большое за ваши отзывы, за ваш теплый прием, за то, что вы активно участвовали и спрашивали вопросы, задавали, мне было очень приятно вам показать сегодня вот такую нежную нежность, надеюсь, она вам пригодится в работе, целую вас и обнимаю каждую, до новых эфиров, пока-пока!